Волгоград силовики перед приездом Путина пришли к местным активистам, закрыли Мамаев курган, начали глушить интернет. Расскажите, что там было? Потому что по видео я все посмотрел, что-то какая-то хрень. Я вообще очень сильно удивился. Какой-то прогнали кортеж, 25 машин. Мне кажется, это больше были понты. Был там Путин, двойник там был, тройник или удлинитель, я не знаю. Памятники без Путина открыли. То есть изначально туда должен был прибыть Путин. Там мешки эти повесили, а потом раз и тут же их открыли. Вчера еще, без всякого Путина. И производство автомобилей в России рухнуло до минимума со времен Брежнева. Представляете, выпускает столько автомобилей, сколько при Брежневе, когда автопрома не было. Такая новость, которую нельзя пропускать. Кадыров назначил своего 26-летнего племянника вице-премьером. Я не знаю, тот племянник, у него же полно племянник, который изнасиловал эту СНТВ или это другой племянник. А еще теперь конституционный закон в Чечне принят, что называть Кадырова мехканда. Мехканда. Ну, у татар Раис, у этих мехканда. Ну, это понятно, что на декларацию независимости Чечни должен подписывать не какой-то глава администрации. Путинская, какой-то сатрапа. Мехканда. Да, в татарии Раис. Я думаю, что Кадыров прекрасно договаривается с исламистами, прекрасно договаривается с турками. А с турками, его же Эрдоган сильно не любит, Кадыров. И Путин помогает, представляете, Путин помогает Кадырову договариваться с турками. И Кадыров прекрасно понимает, что Россия писец. И готовится к этому. Поэтому он мехканда. Дон. Мехканда. А чем закончится история с изнасиловым журналистом? Как чем? Заявление забрали. Все же Путина изнасиловали фактически. Да, поэтому они говорят, а ничего не было. Никто никого не насиловал. В Госдуму внесли закон-проект о дисциплинарном аресте военнослужащих без суда в период мобилизации. Так, ну, понятно. Я еще удивлен, что до сих пор не внесли. Они скоро о расстреле на месте там внесут. Я думаю, что совсем чуть-чуть осталось, как сейчас побегут они. То приказ будет не шаг назад, а расстрелы там. Сто процентов. Минобороны заявил, что российские силы уничтожили пусковую установку «Хаймарс» в районе Краматорска. А что одну? А почему не сто? Я уже столько слышал сообщений об уничтожении «Хаймарсов», что их, наверное, столько и не выпустили. По всему миру их столько нет. Не то, что в Украине. Сколько Министерство обороны их уничтожило. Просто безумие. Их уже половина числа непоставленных уничтожил Коношенков. Ну, да. Блин, вообще просто такая стыдоба. Мало того, что Путин подставил всех, да, показал, что у России нет армии и так далее. Он показал, что у русского народа нет ума. Это гораздо страшнее вообще. То есть, какое уважение может быть к таким людям? Хотя понятно, что везде люди одинаковые, да. Но Путин вывернул это так мехом наружу, что все охерели. Зюганов инициировал упрощенные процедуры импичмента в России. Выразил мнение Зюганов, что в российском законодательстве прописана слишком громоздкая схема отстранения президента от власти. То есть, понятно, что своим этим чертям, перед которыми он выступает, он будет намекать, что это он Путин хочет отстранить от власти. Путинцам в администрации президента скажут, ну, Путин же не вечен, придет какой-нибудь урод. Нужно будет, чтобы можно было его нашими общими усилиями отстранить от власти при вашем, конечно, руководстве и так далее. Если вдруг что-то получится не так. А то, видите, как вот в Казахстане получилось, да. Там елбасы как-то колбасили, блядь. Вот чтобы так Путин никто не отколбасил, вот нам нужно такое же вот, не такое, а в смысле другое сделать, да. И так же он хочет запретить россиянам избираться президентом более двух раз за свою жизнь. О, как Зюганов за россиянцев-то печется, блядь. Это тот самый Зюганов, который, помните, в 16-м году я ему минуту времени на дебатах дал и сказал, будут ли они голосовать его партия за импичмент Путин. Что он мне сказал? Дальше, дальше, помните, дальше. Он обострался, блядь, этот Зюган, который перед этим выступлением, да, в кулуарах это видео осталось на первом русском канале, где он там говорит, как замечательно. Один внук его учился в Англии, а другой внук в Китае. В Китае лучше, вообще Китай такой великий, так хорошо и все прочее, прочее. Так что мы понимаем, в чьих интересах действует этот китайский шпион. И что вы считаете, берегите себя, мы хотим прочитать ваши книги. Вы знаете, Герман, это как бы, ну, это совершенно запредельная мечта, потому что, ну, будем брать власть, надо уцелеть, да, мало шансов, вообще практически нет. Но, предположим, уцелет, да, нужно строить народовласть, опять же, тоже нужно уцелеть и так далее. Построив народовласть, да, можно пойти на покой и писать книжки, да, и я думаю, что и доживу я до этого, помилуй богу. А если доживу, то обещаю. А если доживу, то обещаю.